Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Респект всем To The Mooner. Наконец-то свершилось. Все зеленое, все летит в космос, как, собственно, мы и ожидали. Но если вы являетесь одним из наших 32 тысяч подписчиков на основном канале и также 19 тысяч подписчиков на втором канале, кстати, обязательно на него подпишитесь, если вы еще не, а также одним из наших 11 тысяч подписчиков в Telegram канале, то я не думаю, что для вас это было сюрпризом, потому что вы знали, что очевидный лонг, что сейчас будет дамп в кавычках. Мы даже хоронили биткоин специально с вами вместе, чтобы он уже наконец-то полетел, чтобы побольше его шортануло. И вы все прекрасно знали, что Dash лонг и что мы аккумулировали, что ончейн аналитика говорила нам о том, что скоро будет рост. И если вы подписаны на наш твиттер, вы знали, что сильные руки покупали у слабых, то есть в то время, как цена шла вниз, киты скупали у хомяков. Ну и в общем вот оно, мы видим отскок, ребята, поэтому всех поздравляю с заслуженными иксами, кто это делал лонгует. Вот, я лично тоже это делал лонгую на Femix и на Bybit и на Binance лонгую Dash, потому что его нет пока на Femix и на Bybit. Ну и в общем как-то так, хотя и просадочные сделки тоже у меня есть, например, BSV, я вот все вытягиваю. Но это я уже говорю понятным языком с теми, кто понимает, что такое трейдинг. А если вы новичок в этом деле и просто хотите купить биткоин, то я вам рекомендую посмотреть полезные видосы. В описании каждого видео есть, как и где купить крипту, там какой кошелек поставить, как зарегаться на бирже, как зарабатывать на этом рынке, что такое хардфорки, обзор кошельков, бирж, монеты, всего такого. Посмотрите этот раздел. Ну и также помните, что лучшие биржи собраны у нас здесь также в виде ссылок и также рабочие обменники. Если вы хотите прямо сейчас купить крипту со своей банковской карточки, рекомендую вам обменник CryptoExchange. Для России и СНГ прямые переводы Сбербанк, Тинькофф, либо FastChange. Правда сейчас они работают только на вывод с русскими банками, но если вы в Украине или в Казахстане, то на ввод они тоже работают. Ну в принципе все то же самое вы можете сделать и на Binance, и на любой из этих бирж по нашим ссылкам. Вот, также не забудьте подписаться в нашу телегу. И я хочу вам выразить еще огромнейший респект, ребята, что вы есть в принципе, что есть наш канал, потому что если бы не вы, то для кого бы я все это делал? Я начал этот канал в 2017 году, еще на пике прошлого пузыря. Примерно здесь я начал свой канал, как и многие крипто-ютуберы, кстати, и Карл, и все остальные. Но на рынок я пришел еще вот здесь и понял, как на нем можно зарабатывать, когда идет bullrun. И начал об этом рассказывать. Потом у меня на канале было всего 2,5 подписчика. И я его сделал просто для того, чтобы каждый друг меня спрашивал, чего, как, куда, как зарегистрироваться на бирже, как торговать. И я устал одно и то же повторять. И весь вот этот медвежий рынок, я пилил контент, собственно, канал рос, мы смотрели, лайкали, ходлили, теряли здесь мы вместе с вами, потом зарабатывали, учились пользоваться риск-менеджментом правильным, чтобы не сливать. И вот мы, в принципе, с вами аккумулировали в течение всего медвежьего рынка, и мы можем видеть, что весь предыдущий вот этот сильный-сильный пик, который казался сильным пиком, стал просто прямой линией. Теперь биткоин снова улетает to the moon, но в последнее время мы видели вот это вот покраснение. Конечно же, все подумали, что ну все, это медвежий рынок, мы снова пойдем вниз, как вот здесь и как вот здесь, если мы посмотрим с вами, то же самое было. Да, вот был долгий медвежий рынок. И, в принципе, это резонно, так думайте, всегда как бы переживать на этот счет, ну, как бы, глупо to the moon, сидеть в ракете. Опять же, кто вот здесь вовремя зафиксил хотя бы часть, здесь уже могли купить в два раза больше битка. Но давайте попробуем посмотреть, отбросив эмоции, тупо с холодным расчетом. Что говорит нам график, и что говорят индикаторы. Вот недельные свечи хайконаши перед нами. Почему хайконаши? Да потому что они лучше показывают тренд. Обратите внимание, обычные свечи все время то зеленые, то красные. Не поймешь, вот здесь то ли надо шортить, выпрыгивать, и здесь то ли надо уже лонговать. А на самом деле, если мы посмотрим хайконаши свечи, то они просто держат цвет, держат цвет и держат тренд. Вот здесь практически все зеленые, здесь практически все красные. Удобно по ним определять тренд. Но они чуть-чуть не точно показывают цену в моменте, это уже другой вопрос. Короче, что мы тут видим? Что вот мы отпадали, два месяца даун тренда. Всех уже просто нарядили в шорты, по самое не могу. Все здесь стали медведями, то есть ставят на то, что цена и дальше будет падать. Хотя вот здесь все были быками и ставили на то, что цена будет расти. Ну классика жанра, рынок всегда идет против толпы. Посмотрите обязательно мой видос полугодичной давности, или уже наверное даже больше. В прошлой осени он называется «Как работает рынок, как на нем заработать». Я там все это подробно объясняю. Вот, поэтому что тут скажешь? Первая месячная зеленая свеча хайконаши. А хайконаши уже это серьезная история, если мы видим свечу. Здесь у нас зеленая точка по маркетсайферу. Сильный сигнал. Стохастик RSI, который лежал два месяца в перепроданности, разворачивается тоже. В сумме эти все сигналы дают очень бычью картину, сейчас как минимум в краткосроке или в среднесроке, на еще более сильный отскок. А там посмотрим, уже там конечно будет развилка. Либо биткоин уходит во флет, либо сразу to the moon, если никто не верит. Либо еще дамп небольшой перед to the moon, но тоже вряд ли на самом деле. Все три варианта в конечном итоге идут наверх, потому что вы понимаете, что происходит в мире сейчас с долларом. Печатный станок Unlimited просто штампует баксы и да вон, даже как фондовый рынок растет. В этом плане золото и биткоин очень сильно недооценены, я надеюсь вы это понимаете. Если посмотреть на EMA Ribbon, кто интересуется как сетку EMA Ribbon найти, набирайте EMA Ribbon в индикаторах на TradingQ и выбирайте эту версию EMA Ribbon Crypt. EMA Ribbon убирайте, вот она наша родимая EMA Ribbon. Посмотрите, как четко мы ее удержали. Причем на недельных свечах хайконаши у нас ни одно тело свечи не ушло ниже этой сетки. То, что вам показывают на обычных свечках, Карл сегодня показывал. Видите, мы телом свечи здесь якобы опускались в медвежий рынок. На самом деле, вот поэтому еще важно смотреть хайконаши, что нифига мы туда не опускались. Все абсолютно четенько, как по учебнику мы удержали поддержку и отскакиваем сейчас. Поэтому, ребята, я не знаю, все это, конечно же, не финансовый совет, а дисклеймер. Может произойти все, что угодно с этим рынком. Но я еще раз говорю, он ультрабычий, этот рынок, шортить его дело неблагородное. В долгу он очень сильно растет всегда, если вы посмотрите. И сейчас мы отбиваемся от поддержки. В принципе, по большому счету так же, как это было вот здесь, если вы посмотрите. Ну вот мы тоже сильно кольнули. Или как это было вот здесь во время двухпикового так называемого цикла. Вот мы сейчас опять отбиваемся от поддержки. Поэтому потенциал тут просто уру-ру-ру-ру-ру-ру вообще какой. Очень сильный потенциал. Особенно в логарифме, если мы взглянем на модель Stock to Flow. Вот у нас весь этот коридор. Все уже про это забыли. Я говорю, все, кто по 60 покупал, по 30 продают. И вот мы нам, собственно, лететь и лететь куда-нибудь на 200к. Как минимум. И оттуда уже только, возможно, коррекция более затяжная в медвежий рынок. Но тоже вряд ли ниже, чем мы сейчас сильно. Поэтому, смотрите, каждое дно следующего медвежьего рынка было всегда в два раза выше, чем предыдущий пик. Короче, вряд ли мы вообще теперь уже ниже 20 тысяч, когда-нибудь опустимся, если так-то. Но это мои ультрабычьи прогнозы. Что можно сказать про остальной рынок в моменте? Опять же, сетку SuperGupy мы тоже идеально удерживаем. И она все еще зеленая. Что можно сказать про остальной рынок в моменте? Что альткоины, конечно, немного отстают от биткоина. Мы видим это и по графику доминации, которая сейчас растет. Да, то есть, грубо говоря, биткоин сейчас растет быстрее, чем альткоины. Но не сильно. Если вы посмотрите на графики альткоинов к доллару, то они тоже растут достаточно бодро. Эфир, он у нас тоже отскочил достаточно хорошо. И практически все монеты. Но если вы посмотрите их графики к биткоину, то они сейчас в моменте сползают вниз. То есть, биткоин набирает силу лучше. Докуда это продлится? Сложный вопрос. Лично для меня похоже, что это еще не конец альтизона, а это просто отскок. Может быть, вот такой вот сильный, как здесь. Допустим, если экстраполировать вот это движение цены вот досюда, то мы можем ждать что-то такого в худшем случае по доминации. Можем, конечно, ждать всего чего угодно. Но я думаю, что что-нибудь такого вот хотя бы, что доминация исходит сейчас, пробьет куда-нибудь на 60%, всех испугает, а потом улетит куда-нибудь на 20% или даже ниже. В принципе, такой вариант возможен. Вот, поэтому аккуратнее сейчас с трейдами по альткоинам. Ну, в средний срок, долгосрок, я думаю, что очень вкусные цены практически на все альты старые сейчас. Так что дисклеймер, конечно, держите. Фандинг. Очень интересно фандинг. Вчера был абсолютно лонговый фандинг, то есть он говорил о том, что больше шортистов, то есть он был отрицательный и лонгам платили. Да, то есть кто не знает, что такое фандинг, погуглите ставка финансирования. Ну, на фьючерсных, бессрочных контрактах, где мы торгуем обычно с вами вот на Bybit на том же, или на Femix, или даже на Binance. Если у нас контракт бессрочный, то у нас есть не комиссия за трейд, а ставка финансирования, то есть фандинг. Кстати, посмотрите на биткоине, какой был сквиз на фьючах, просто нереальный. На 50 тысяч была свечка тенью и ушли, ну, на 48. То есть очень сильно сквизанули шортистов. И об этом вы тоже должны были знать, если вы подписаны на наш канал, что мы ждем шорт сквиз, терпеливо ждем шорт сквиз. И вот он, ребята, пришел, шорт сквиз. Собственно, да, фандинг, ставка финансирования. Сейчас она снова развернулась в ту сторону, что лонгует уже больше. То есть в моменте мы, может быть, чуть-чуть и упадем. Но глобально я так смотрел, вчера она была шортовая, то есть лонгистам платили, шортистов было больше. Так что тоже надо за ней поглядывать, конечно, за этим, за фандингом. Вот. По трейдам. По битку у меня отработали уже практически все ведра на разгрузку плеча. Трейд показывает в плюсе на 2000%. Но еще раз говорю, я торгую в кросс плече, поэтому эти красивые скрины, они мало чего общего имеют. У меня плечо сейчас вот 1,5х. То есть если бы я стоял в максимальном плече, да, я бы заработал 2000%. И у всех, почти у всех ютуберов так, не ведитесь на эти проценты. Не, если вы в изолированном плече, там, наверное, да, все ок. Но в кроссе всегда показывают проценты из расчета максимального плеча. Но по факту я сделал, грубо говоря, x2, наверное, где-то, и все равно круто. Вот если дойдет цена досюда, до 43, у меня разгрузится еще 3 ведерка, и я буду стоять совсем без плеча. В принципе, цена, я думаю, пойдет еще и выше. Но эта разгрузка, это чисто спекулятивная позиция на фьючей, это ничего общего со спотом, даже с кросс марджином. То есть позиция, ваша ходл позиция, это ваша ходл позиция, вы ее вообще не трогаете ни по 40, ни по 50, ни по 100. Вы ее держите до талого, что называется. А ваша спекулятивная вы можете по чуть-чуть вот так вот торговать, скидывать, раскидывать. Сейчас раз улетела, потом ниже сходит, можно еще догрузиться. То же самое у меня, это вот на Femix биток, на Bybit эфирчик, но тут еще больше ведер на разгрузку стоит. Тут еще дольше разгружаться будут эти ведра, но я думаю, что он скоро тоже туда нальет. И еще выше свистит. XRPшка тоже. Ну, в общем, все так же. По дэшу, в общем, у меня тут микропоза, потому что у меня весь дэш в споте и в кроссе, на самом деле, набран. Здесь у меня прям супер микропоза, и тоже ведра еще ни одно не исполнилось, вплоть до 400 баксов. И я буду на нее наращивать, скорее всего. Я просто вчера, мне нужно было выводить немножко тезера, и я подсократил здесь позишн. Ну, в общем, это так, ребята, чисто спекулятивная игра. Это не ходал позиция. Почему спрашивают, вот Гринни распродает дэш по 200, по 400. Ничего я не распродаю. Это микропозиция, понимаете? В целом я его набираю. Я здесь сделаю тезера. Это же даже не дэш, это фьючи в USDT. Я с этой позиции сделаю несколько тысяч USDT, и что вы думаете, я с ними сделаю? Куплю на них дэш на споте. Поэтому вы чего? По дэшу все те же цели. Вы зря так про него хороните его и говорите, что это скам. Потому что я вам ничего сейчас нового не скажу. Я это повторяю из видео в видео. Дэш это не скам. Дэш это одна из самых рабочих стопудовых криптовалют. Она очень быстрая, дешевая, неломаемый блокчейн, и очень удобная, реально используемая в секторе. То есть во многих странах уже как платежные средства. И вот у нее был в 17-м году bullrun, вот такой на 100 с чем-то иксов. Потом очень долгое накопление, медвежий рынок, накопление, вот оно. И мы сейчас вышли из накопления, сделали pre-pump, pre-bullrun, и сдулись обратно, всех вытряхнули. То есть мы сейчас сделали примерно такое же, как делали вот здесь. Этого даже не видно. Вот. Смотрите, вот был pre-pump, вот pre-pump. И дальше, посмотрите, что было. Фу, як. И потом еще вот туда, и туда, и туда. Так что, не финансовый совет, еще раз дисклеймер, но Dash выглядит очень по-бычай. Опять же, зеленая точка, стахастик. Он упал на 75%, сложился здесь, когда майнеры поотключались. Поэтому, блин, ну, чуваки, то, что по скидке 75% валяется, долго не валяется. Если в логарифме на него взгляните, то увидите, что он вообще идеально удерживает. И тут никаким даже медвежьим рынком не пахло. Поэтому я лично, вот, грубо говоря, его трендовая, и то он ее уже, на самом деле, пробил. Я думаю, он сейчас очень резво вернется опять назад. То есть, мы сейчас в мини-медвежьем рынке по Dash. Поэтому, смотрите, не финансовый совет, дисклеймер. Ну, Dash выглядит просто красивее всех. И там цели по нему реально такие крышесносные, по-хорошему, по волнам. Элли, это кто-то замерял, что там даже вообще, мама, не горюй. Я даже называть такие цифры не хочу. Короче, ну, вы-то сами смотрите все. Потому что, я говорю, эфир классик так же хоронили, что там еще, Dogecoin так же хоронили. Вот в Dogecoin, еще раз говорю, дисклеймер. Ни в коем случае не лезьте в Dogecoin. Ну, может он дать еще пару иксов или тройку. Ну, может. Ну, посмотрите. Вот, я тут рисовал сто раз уже. Не надо. Doge много-много лет к биткоину ходил между 20 сатоши и 100 с чем-то сатоши. Вот его коридор. А сейчас он налетел на 1000 с чем-то сатоши. Ну, то есть, это как минимум куда-то сюда вернется. Поэтому не лезьте вы в Doge, не лезьте уже в BNB, во всякую Solana, в то, что уже сильно запамплено. BNB уже, вон, посмотрите, на каких хаях. Лезьте в то, что вот здесь сейчас, под своей трендовой. Смотрите сами по графикам. Это и биткэш, в принципе. И, ну, биткэша, конечно, более сложная история. Эфир классик уже тоже на полпути, как бы, туда. Не знаю. Из более новых монет что-то выбирайте. Basic Attention Token. Прекрасный вариант. Это монета Brave Browser, о котором, кстати, я рекомендую вам пользоваться всем, чтобы не смотреть в YouTube рекламу и избегать слежки за вами. Brave Browser – отличное вообще решение. Ссылка на него тоже внизу. Вот, Basic Attention – хорошая монета. Всякие какие-то новые коины, ну, такие относительно новые можно брать. За полка DOT ничего не скажу. Но отпадал он тоже сильно. Но хайп нереальный сейчас у проекта. Возможно, да, сейчас, конечно, он пойдет наверх. Но дальше, ну, ребят, вот эти хаи уже, я даже не знаю, не факт, что он перепишет, на мой взгляд. Так же, как и Соланы ваши, и все вот эти истории. Эфир Классик – тут другое, тут фундаментал. Тут вот хай он уже переписал. Вот здесь его хоронили все, как дэш. Он сделал сколько тут эксов, я даже не посчитаю, 50, что ли? И вот сейчас рисует некий какой-то бычий флаг, из которого, по идее, тоже пробитие наверх должно быть, как у Dodger и у BNB было. Ну, посмотрим. Я Эфир Классик, конечно, часть здесь распродал. Ну, не здесь прям. Вот здесь распродал. Сейчас докупаю обратно потихонечку. Вот, поэтому, ребята, нефинансовый совет, подходите с холодной головой к рынку, не суетитесь, набирайте плавно позицию, плавно ее разгружайте, внизу набирайте плавно, наверху разгружайте. Что может быть проще на самом деле? Как говорится, мир не так сложно устроен, если его не усложнять. И как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Вот, поэтому не напрягайтесь, не усложняйте. Сегодня будет попозже лайвстримчик, я думаю, вечером. Криптогончик в прямом эфире, мы поторгуем, разберем, так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и что, по поводу ближайшего краткосрочного движения, наверное, вы все хотите знать. Честно, ХЗ, я вам не ванга, я не занимаюсь интродэем. Тут как бы может быть все, что угодно, может, как голова барта это сейчас закрыться. Может, затуземунить нахрен еще выше, поэтому не буду гадать. Напишите в комментариях, что вы думаете вы, хватит ли силы пробить сейчас с ракет, или мы идем обратно закрывать гэп, может быть, даже, в общем, интересно ваше мнение. Ну и встретимся вечером на стриме. Всем профитролей, до скорого.